Серо-бело-оранжевый, непривычный для самарских трамваев цвет, привлекает пассажиров. Некоторые в него садятся просто из любопытства. Кто изготовитель, я говорю, что делает Екатеринбург-Урал, все очень удивляются. То есть этот вагон считается новым. Некоторые мальчишки даже специально к нам посмотрели по прибывалкам, к нам пошли сюда, посмотреть, что за вагон. Кондуктор рассказывает, довольна в первую очередь бабушке. В трамвае ни одной ступеньки, он полностью низкопольный. В него легко не только зайти, но и перемещаться по салону тоже удобно. И кроме того, это одно из требований ФИФА по перевозке болельщиков. Очень комфортно, нам очень понравилось. Тебе понравилось, Игорь? Очень современно. Соответствует таким европейским всем видам транспорта, очень тоже понравилось. Вид европейский, а начинка почти вся российского производства. Электрооборудование управляется с помощью бортового компьютера. На дисплеях водитель видит все, что происходит с трамваем. Здесь четыре видеокамеры. Здесь открывание дверей, то есть двери сейчас открыты. Если я их закрою, здесь вот показывает, что сейчас двери все закроются. В зеленый цвет все закрыт. Тормозная система полностью исправна. Все, что нужно для водителя, для пассажиров здесь есть. У трамвая непривычная передняя часть, так называемая маска. Она плоская, не выпуклая. Сидячих мест здесь 46, а всего в трамвае могут проехать 210 человек. По вместимости это меньше. Например, трамвай Метелица, однако и стоимость его ниже. Да и трамваи Уральского завода самарским специалистам уже знакомы. У нас есть опыт эксплуатации 45-х вагонов. То есть, конструктивно они немножко похожи. То есть, я думаю, нам будет легче, чем, допустим, Метелица обслуживать и так далее. Движение машины обеспечивает 8 тяговых двигателей с индивидуальным приводом на каждое колесо. За счет такой конструкции удалось сделать низкий пол по всей длине салона. Максимальную скорость, которую может развить вагон, 75 км в час. Чтобы снять эти кадры, мы проехали за трамваем весь его маршрут. И не раз, стоя на очередном светофоре или перекрестке, позавидовали его пассажирам. Стоит признаться, этот трамвай мы ловили полгорода. Идет он довольно быстро. Так что, наверное, пора пересаживаться на трамвае и не стоять в пробках. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.